Спорт день за днём представляет проект Территория спорта день за днём Санкт-Петербург, северная столица российского спорта В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы В новом году спорт день за днём посещает не только тренировочные площадки, но и любые культурные места, связанные со спортом Зимний сезон никак не хочет уходить из Петербурга Улицы занесены снегом, с крыш сбрасываются гробы и кругом лыжники А за городом всё то же самое, только в удвоенном масштабе Это не мешает бегунам открывать собственный сезон на свежем воздухе В Петергофе в Александрийском парке состоялись забеги первого этапа соревнований на Кубок губернатора Санкт-Петербурга По заснеженной трассе были проложены дистанции 5 и 10 километров Заснеженный Петергоф – это очень романтичное место, пусть даже фонтанов в прямой видимости нет Однако главное достоинство его – тысяча с лишним бегунов здесь никому не мешают Не нужно перекрывать центр Петербурга и бесить автомобилистов, которым при весенней питерской погоде и так жить мёдом не кажется К тому же стартовые ворота и палаточный лагерь можно разместить прямо на выходе с вокзала Буквально два шага от электрички и ты на месте Некоторые участники забега на 10 километров так и сделали Двинули на дистанцию прямо с поезда, заранее одев форму под куртки Не все ведь готовы рано вставать, чтобы приехать в парк с запасом времени Хотя для тех, кто прибыл раньше, тут были самые разные активности Во-первых, традиционная для всех беговых и вообще массовых спортивных мероприятий палатка гравировщиков Любители спорта уважают увозить с каждого старта памятные блестяшки Во-вторых, не менее традиционная полевая кухня В данном случае даже несколько тачанок и столы Еды нужно было вдоволь, ведь на старт вышло в общей сложности около полутора тысяч человек Палаточный лагерь был переполнен разминающимися бегунами Фирменные синие шапки этой гуночной серии выглядели как маленькое озеро Правда, с погодой воскресное утро настолько повезло, что многие предпочли бежать вовсе без шапки Как раз во время гонки не было снегопада Температура чуть-чуть ниже нуля Яркое мартовское солнце и выровненный снег Серьезно, если бы весь март в Петербурге был таким снежно-солнечным Цены в этом месяце не было Перед стартом бегунов со сцены зажигала группа барабанщиков А в качестве подтанцовки у них были волонтеры на трассе Волонтерам бежать нельзя, а подвигаться хочется Поэтому они танцевали без переживок Самим спортсменам перед подобными стартами вовсе не до танцев Во-первых, нужно беречь силы А во-вторых, бегуны уходят на дистанции плотными большими группами И никому не хочется пропустить свой пелотон Массовый беговой старт – это всегда самые разные участники Многие, конечно, бегут на результат, на время и на победу Другим хочется размяться, разнообразить тренировки и сделать красивые фото Таких участников особенно много в забегах на 5 километров На десятку обычно выходят только серьезные дяди и тети Однако самые необычные бегуны – это другая группа Пенсионеры, идущие быстрым шагом со скандинавскими палками Родители с детьми Даже несколько мам с колясками Для них такие старты – это действительно незабываемый опыт Без всякого преувеличения И когда видишь их, понимаешь, насколько бег и любой другой массовый спорт объединяют весь мир Ну а для победителей снежная весна создала все условия За финишем их ждал здоровенный сугроб Куда можно было приземлиться после отчаянного финишного рывка Это всяко лучше, чем падать на землю или на асфальт А впереди беговой группы двигался велосипедист, чтобы никто из лидеров не заблудился случайно в парке Начальник отдела спортивно-массовой работы спорткомитета СПБ Евгения Грук Рассказала, что все этапы серии планируется проводить в течение всего года А медали финишеров будут стилизованы под каждое конкретное время года Собственно, мартовский этап был как раз зимним В январе-феврале он просто не поместился в график Благо, в Петербурге начало марта – это однозначно зима Не важно, что там в календаре написано Если вы никак не соберетесь съездить в Петербург просто так на прогулку То забеги – это идеальная мотивация Здешние парки хороши в любое время А город при любой погоде так живописен, что вам точно захочется вернуться И может быть снова побегать? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»